В 2022 году в России побит исторический рекорд по строительству и вводу нового жилья – 102,7 миллиона квадратных метров. Любой, кто каждый день переводит банку кругленькую сумму за ипотеку, нам подтвердит – застройщики точно не бедствуют. Значит, у них должны быть ресурсы для обеспечения строителей хорошей зарплатой, а стройки всем необходимым для ее безопасности. Откуда тогда в СМИ взялось выражение «эпидемия кранопада»? На связи Российский трудовой фронт. Сегодня мы взглядим на сферу строительства с высоты тех, кто своими руками возводит наше жилье – машинистов башенных кранов. Они расскажут нам, как защищать свои права в такой сфере, где рабочие трудятся разрозненно и оторваны от своих коллег. Для начала рассмотрим, откуда берутся краны на стройке. Самый главный и самый жадный игрок в этой игре – компания-застройщик. Застройщик берет в аренду необходимую ей технику, в том числе и краны, у компаний-партнеров. По умолчанию к арендованному застройщикам крану субподрядчик предоставляет крановщика. То есть непосредственный начальник крановщика – это компания-владелец крана, а выполнять крановщик будет поручение прораба, нанятого застройщиком. Есть множество ситуаций, когда кран необходимо останавливать. Все они перечислены в многочисленных инструкциях и документах по технике безопасности. Это штормовые предупреждения, непогода, технические неисправности конструкции. Допустимая раскачка у нас до полутора метров. И вот сидим там, мотаемся, Богу молимся, чтобы не перевернуло. Если краны падают, то чаще всего на кабину, и крановщики погибают. Если остаются в живых, становятся инвалидами. При ударе нагрузка идет на ноги, и их буквально расплющивает. Обывателю может показаться, что если кран будет из-за каждого порыва ветра останавливаться, то стройка никогда не завершится. Но это не так. В сметах у застройщиков простои учтены заранее, а время и деньги на них заложены еще перед началом реализации проекта. Например, Крымский мост был национальным проектом, с которым не стоило шутить. По словам крановщиков, мост строился с соблюдением всех трудовых и производственных норм. Тем не менее, его возведение шло по графику. Но не все российские стройки попадают в видеоотчеты федеральных каналов. В обычной жизни застройщик гонит работу как можно быстрее, ведь каждый день строительство – это деньги. Стройки работают почти круглосуточно, а крановщики бессменно, хотя по технике безопасности продолжительность непрерывной работы крановщика не должна превышать 8 часов. Если вдруг крановщику необходим выходной, то он берет себе замену за свой счет. Соглашаются люди на такие условия из-за того, что оплата у них почасовая, а трудовых договоров зачастую попросту нет. Годами ставку не поднимают, и работникам приходится индексировать свои заработки самостоятельно. Возникает замкнутый круг. Чтобы догнать инфляцию и заработать побольше, люди работают сверхурочно, а сверхурочная работа, в свою очередь, обесценивает их труд. Порой крановщики работают по 300 часов в месяц вместо положенных 160, так как на зарплату со 160 часов прожить давным-давно невозможно. Каким-то образом ребята даже бывают себе по стране по 400, по 360 часов закрывают, и думаешь, а как? Ребята посчитать невозможно. Это просто говорит о том, что идет полное нарушение трудового законодательства, и никому до этого нет дела. Ограничения по часам работы для крановщиков взялись не из воздуха. Башенный кран – это опасный механизм, очень чувствительный к условиям эксплуатации и человеческому фактору. От крановщика требуется внимательность, нервная устойчивость и острое зрение. Рабочий часами сидит в кабине на высоте. Зимой это происходит в мороз, а летом в жару под палящим солнцем. Когда утром поднимаешься на башенный кран в минус 15, а на середине пути уже руки просто окалели, приходится останавливаться вот в таком вот положении. Не страшно работать на башенном кране, страшно на него подняться. Летом бывает трудно из-за жары. Температура может подняться и до 60 градусов. Есть современные краны, оборудованные сплит-системами. Но российские крановщики в основном работают на машинах, выпущенных в 80-х-90-х годах. В течение рабочего дня быстро копится усталость и снижается внимательность. Чтобы не допускать ошибок, крановщик должен быть отдохнувшим. Ведь цена ошибки высока. Здоровье, тюрьма или смерть. 65-летняя крановщица из Киреевского района обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек. 10 июля 2021 года в набережных Челнах на одной из строительных площадок по проспекту Мира рухнул башенный кран. В результате происшествия погибла крановщица. Теперь поговорим о компании владельца кранов. Кажется, что непосредственное начальство должно защищать интересы своих работников перед заказчиком. Но и тут рабочий оказывается в проигрыше. А вы знали то, что кабина башенного крана закреплена всего лишь на 8 ржавых болтах? Вот дела. Вот так она выглядит со стороны, как сопля в полете. Ну и перед приходом на работу крановщик встает на кабину и прыгает на ней. В принципе, на этом проверка закончена. Все крепко и надежно. Открываем кабину и идем работать. У нас в целях экономики, вот если взять по-русски, допустим, те же есть переносные площадки, выносные площадки, которые ставятся на здание для подачи того или иного груза. Есть те же банки для раствора, допустим, колокольчики под бетон и все прочее. Они стараются это использовать до тех пор, пока они совсем не развалятся. Это первое. Вот эти выносные площадки, они также их стараются не ставить. То есть он же стоит денег, его же надо провести проверку и так далее. Но они стараются это не делать, потому что это тоже экономия. У нас есть компьютеры, которые должны показывать вес груза, скорость ветра, вылет каретки, стрелы крана. По факту они не рабочие. Самая частая причина, почему крановщики получают травмы и гибнут – неисправность машин и несоблюдение техники безопасности. Даже малейшая деталь может привести к трагедии. Например, отсутствие рабочего концевика. Он должен отключать каретку, которая бежит по стреле крана и добегает до ее конца. В Волгограде я кранов с нормальными концевиками не видела. Когда что-то выходит из строя, например, рвется прядь перетертой стропы, то получается простой, которого могло бы и не быть. Ведь кран нужно ремонтировать, а это занимает время. И вот уже смета трещит по швам, не выдерживая напора всеобщей жадности. Акулы бизнеса начинают нервничать и искать виноватого. Расхлебывает кашу, как это водится, условный крановщик Иван. Начальство всех мастей очень сильно просит крановщика еще немного поработать, ведь ветер не такой уж и сильный, оборудование не такое уж и старое, а техника безопасности не особо и нарушена. Все что угодно, лишь бы сделать дело побыстрее. Иногда прорабы скрывают предупреждение от МЧС о надвигающейся непогоде. Ведь когда стихия разгуляется, слезать с крана будет поздно, крановщика сорвет ветром с лестницы. Увы, работник, который, как новогодняя елка, увешан кредитами, ипотекой, семьей, часто принимает риски. Вот только расплачивается он за них своей жизнью. Крановщица из Тюмени Эльвира Демидова, ставшая звездой ТикТока, погибла во время несчастного случая. Днем 26 июля козловой кран, которым управляла Эльвира, подхватил ураганный порыв ветра и протащил по рельсам до упора. Ударившись об него, кран опрокинулся. Крановщица выпала из кабины с высоты 12 метров и скончалась на месте. У 32-летней Эльвиры Демидовой остались двое детей. Она управляла различными кранами последние пять лет. О своей работе она часто снимала ролики в ТикТок, где у нее было 40 тысяч подписчиков и ролики с миллионными просмотров. Те же, кто отказывается лезть на кран вопреки инструкциям и менять жизнь на корку хлеба, рискуют не меньше на земле. Бизнесмены не брезгуют стравливать рабочих. Строители снизу, по большей части, нелегал-издельщики, которым не оплачивают простои. Так как работают они практически за еду, то любая проволочка для них смерти подобна. Прораб в двух словах объясняет им, что сегодня они останутся без работы, а значит и без зарплаты. И виноват в этом не жадный застройщик, а ленивый крановщик. Вот бы заставить этого лодыря работать. В итоге крановщику, который всего лишь пытается соблюсти технику безопасности, приходится иметь дело с толпой разъяренных строителей. Бывает, что крановщиков избивают, пинками загоняют в кабину. Такие случаи происходят якобы с неведения застройщика и с молчаливого согласия охраны, который в момент истычек испаряется подальше. Крановщик сказал, что по технике безопасности он не будет работать. И на этой почве рабочие, которые им же надо продолжать работу, начали его, поссорились и начали его избивать. Вот. И избили сильно. И вдруг его вызвал скорую помощь, и они даже скорую помощь, врачи не хотели на территорию пускать. Потом, когда второй раз скорую помощь вызвали, уже с полицией смогли его оттуда госпитализировать. Порой снизу вообще отсутствует какая-либо координация, и за безопасность людей отвечает только измотанной многомесячной работой крановщик. Нередки случаи, когда неправильно закрепленный груз переворачивает кран, либо падает. В Советском Союзе были училища. Там готовились стропальщиков. А сейчас ведь, как мы говорим, у кого руки свободные, тот взял рацию и командует. Поэтому смотришь за всеми, сидишь, нервничаешь. Мы же подписываем бумаги. Мы уголовные, материально ответственные. Бывает, груз неправильно зацепили. Он соскальзывает. Когда поднимаем кирпичи в поддонах, если нет упаковки, может выпасть кирпич. Все, что защищает людей на территории за забором от того, что им в окна гаком не приехало, это только моя воля и мое состояние здоровья. Но это не нормальные условия труда. Теперь рассмотрим, как обстоят дела с законодательством в этой сфере. В феврале 2013 года Дума приняла ряд поправок в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суть этих поправок была в том, чтобы разделить все технические объекты на категории опасности. Башенные краны показались думцам не такими уж страшными. Они получили четвертый класс опасности, что переводится как неопасные объекты. В итоге Ростехнадзор потерял право устраивать внеплановые проверки кранов, которые раньше нет-нет да и проводились. Сегодня Ростехнадзор или прокуратура наведываются на стройку только тогда, когда авария уже случилась, либо когда их завалят жалобами. Как сказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин, качество подъемной техники оставили на совести собственника. Вот только забыли уточнить, есть ли у них вообще эта совесть. Результат не заставил себя долго ждать. В 2014 году количество аварий с участием башенных кранов выросло на 30%. Уже осенью 2015 года в разных регионах России произошел ряд резонансных трагедий с участием кранов. Погибло как минимум 10 человек. Одна из причин аварии, например, в том, что конструкции устанавливают слишком близко к жилому массиву. Они обрушиваются на соседние здания и припаркованные неподалеку автомобили. В 2016 году в центре Москвы неправильно собранный кран упал на площадку детского сада. Дети к тому моменту уже погуляли и находились в группе, поэтому ничего страшного вроде как и не произошло. То, что могло обернуться жуткой трагедией, стало инцидентом. В Омске же все закончилось не так невинно. Кран, строивший элитную гостиницу, находился слишком близко к дороге. Он упал на проезжавшие мимо автомобили. Многотонной конструкцией насмерть раздавило водителя газели, а также ребенка и его родителей, которые находились в одной из машин. Второй ребенок пяти лет с травмами был госпитализирован. Ростехнадзор, заваленный жалобами, практически сразу заговорил о повышении класса опасности для кранов. Так, начиная с 2015 года, год за годом обсуждается эта полезная инициатива. Вот только ВОЗ и ныне там. Тем временем ни месяца не обходится без аварии. Продолжают гибнуть крановщики. В 22-м году уже в Ставрополе кран снова упал на детский сад. 15 июня 2023 года в Новосибирске муниципальные спасатели сняли на видео последствия обрушения строительного крана в ЖК «Европейский берег». Техника неожиданно упала на припаркованные машины. Сидевшая в кабине крановщица погибла. Трагедия во время строительства школы у Зубаревского леса произошла вечером 28 апреля 2023 года. Упавший башенный кран лишил жизни оператора, мужчину 1970 года рождения. Несчастных случаев с кранами шокирующе много. В СМИ даже появилось выражение «эпидемия кранопада». Может сложиться впечатление, что если законодательство наконец ужесточат, это положит конец трагедиям. Но сам же глава Ростехнадзора Алексей Алешин отмечает, в целом нельзя сказать, что ситуация с 2010 года стала сильно хуже. То есть даже если надзор за кранами и усилится спустя десятилетия, максимум, что это даст – некоторое снижение несчастных случаев. Если крановщик отказывается лезть на кран из-за технических проблем или опасных погодных условий, то начальство быстро меняет его на более сговорчивого коллегу. Найти другого крановщика работодателю не составляет труда, потому что крановщики в большинстве случаев работают в черную. Фактически на кран может залезть кто угодно. Можно не тратиться на покупку страховки для такого работника, а в случае инвалидности его легко будет выставить за ворота без каких-либо выплат. При оформлении делают какой-то договор, но не оплачивают ни больничный, начальство просит его не брать, ни производственные травмы. Так было с моим мужем. Бывает, что работаем и на честном слове. Отметим, что и профессиональных машинистов крана катастрофически мало. Практически все техникумы закрыли обучение по этой специальности. Зато многочисленные онлайн-курсы за небольшую сумму выписывают корочки заочно. Практиковаться стажер будет сразу же на живой стройке на свой страх и риск. Раньше машинистов башенного крана учили профессии в училище не менее четырех лет. На данный момент, чтобы стать крановщиком, нужно поступить в учебный комбинат или учебный центр. Программа там, к сожалению, уменьшена до часов и дает только теорию. По данным Роструда за 2019 год, строитель – самая опасная работа в России. В 2018 году на стройке произошло более тысячи несчастных случаев только с тяжелыми последствиями для здоровья и жизни. То есть истории о том, как кран уронил бетонные блоки на пустую детскую площадку, в статистику не попадают. Жертвами аварий становятся и рабочие, и случайные прохожие. Специалисты ведомства обращают внимание на то, что более половины трагедий произошли из-за плохой организации труда. Получается нелепая ситуация. Крановщик ежедневно рискует жизнью, чтобы оплачивать ипотеку за жилье, которое он же и возводит. А изношенная техника в любой момент может рухнуть на головы таких же ипотечников. И этот страшный механизм запускается бесконечной жаждой наживы, которая эксплуатирует простое человеческое желание отдать себе и своим детям крышу над головой. Несчастные случаи на производстве не так уж и трудно замять. По статье 216 УК РФ максимальный штраф, который заплатит компания за причинение тяжкого вреда здоровью – 80 тысяч рублей. А в случае гибели человека самое суровое наказание по этой статье – 5 лет. Наши контакты среди рабочих утверждают, что некоторые трагедии вообще не расследуются. Если же дело получило огласку, то сажают прорабы или начальника участка. Бизнес же остается в безопасности. Следствие установило, что ответственным за содержание козлового крана был начальник участка Андрей Поздеев. Он вовремя не организовал проведение техобслуживания и не обеспечил его содержание и работоспособность. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. 9 января этого года его приговорили к полутора годам лишения свободы. Условно. Некоторые крановщики стали понимать, что-то делать ради улучшения своего положения нужно самим. Вот только как? Крановщик – работа для одиночек. Люди выходят посменно или работают вахтой. Работник весь день проводит в кабине на высоте. Даже на одном объекте коллеги могут не знать друг друга, выходя в разные смены. А что может сделать один человек? Не имея денег и связей, лишь одним способом можно отстоять себя – начать объединяться. Так в 2013 году крановщик Николай из Казани не поленился и в свои выходные приехал на объект, чтобы познакомиться со сменщиками. Оказалось, что проблемы-то у них одни и те же. Страшно за свою жизнь, надоели унижения от прорабов, но нужно кормить семью, платить ипотеку. Николай кропотливо объяснял коллегам, что необходимо коллективно выдвинуть свои требования. В тот момент, в той организации, где я работал, там было четыре крановщика, четыре крана. Я убедил остальных крановщиков остановить работу, спуститься с крана, чтобы мы хоть раз наше руководство увидели в глаза. Значит, там четыре крана. Каждый кран отвечает за два здания. Восемь, восемь домов. Шум, гам, около восьмидесяти, как раз там ста человек стали, просто стоят, типа, а что случилось? Почему кран не работает? Ошарашенные работодатели в тот же день полностью приняли условия рабочих. Известие об их победе разнеслось по всей Казани. Как раз в это время стали набирать популярность группы ВКонтакте и Ватсапе. Николай и его товарищи решили создать онлайн-сообщество, чтобы объединить всех крановщиков и вместе решать проблемы не только на своей стройке, но и во всем городе. Оказалось, даже простое знакомство друг с другом и объединение в онлайн-группу уже приносит огромную пользу. Крановщики стали помогать друг другу подменой на разных стройках. Также через группу можно было передать сообщения о нечистоплотных работодателях, которые кидают рабочих с зарплатой или вынуждают работать в опасных условиях. Таким работодателям стало труднее находить себе работников или заменять неугодных крановщиков. В группу стекались сообщения об авариях и несчастных случаях. Через группу рабочие собирали деньги на лечение пострадавшим на производстве, крановщикам, которые становились для хозяев невидимками, как только переставали приносить бизнесу прибыль. Если же на какой-то стройке строители угрожали крановщику, то теперь он был не один. Можно было кинуть клич в чат, и товарищи заступались за коллегу. Но шло время. Цены росли, а зарплаты и условия труда не менялись. Рабочие поняли, что одной интернет-группы недостаточно. Нужно было делать следующий шаг. Конечно, начали они с такого грозного способа, как письмо царю-батюшке. О результате можете догадаться сами. Следующим шагом крановщиков было обращение к КПРФ и Желтому профсоюзу ФНПР. Обе организации помогать нашим героям не стали, сославшись на то, что они плохо разбираются в строительной документации и особенностях законодательства в этой сфере. Прошли крановщики и этап дружбы по переписке с Ростехнадзором. Они даже удостоились чести познакомиться лично с некоторыми шишками из министерства. В долгих телефонных беседах представители ведомства терпеливо выслушивали многочисленные жалобы рабочих и выражали им свое искреннее человеческое сочувствие. Но что еще они могли сделать, когда длинный хвост из субподрядчиков, подрядчиков, застройщиков и собственников строительных фирм заканчивался фамилиями самих же думцев? Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Постепенно рабочие поняли, что стучать надо не в двери министерств, а по карманам собственников. Долго, долго мы со всеми общались, разговаривали, убеждали, пытались как-то наладить контакт, сделать так, чтобы люди по-другому мыслили, по-другому смотрели на ситуацию, что, то есть не они, как бы да, они платят нам зарплату, но мы являемся именно той силой, за счет кого они зарабатывают. То есть без крановщика кран – это просто груда железа. В 2018 году крановщики города Казани заговорили про общегородскую остановку кранов. Подготовка к акции шла практически год. Помогали рабочим профсоюз МПРА, в котором казанские крановщики создали официальную ячейку. Также активисты наладили связи с левым движением. Марксисты обеспечивали рабочим теоретическую и медийную поддержку. Итак, утром 24 июня 2019 года в Казани на 20 стройках остановилась работа. Более 40 машинистов башенных кранов отказались выполнять свои обязанности из-за несоответствующего состояния своих машин. Акцию освещали многие левые ресурсы, а Родфронт выпустил подробную статью. Накануне акции протеста профсоюз крановщиков опубликовал список требований к работодателям и оставил номера телефонов. Основными требованиями протестующих были замена старого оборудования, соблюдение техники безопасности, повышение заработной платы. Также крановщики требовали официальные трудовые договора и обязательную страховку здоровья и жизни. Но никто из начальства с рабочими так и не связался. Нам приходится проводить на кране по 300 часов в месяц. Вы представляете, это уже перебор. 300 часов в месяц мы практически живем на кранах. В основном зарплаты у нас идут либо серые, либо черно-белые, либо черные, вообще непонятно какие. Уже сколько можно уже говорить. Приедьте, пожалуйста, посмотрите кран, почините. Они ведь этого не делают, потому что они не могут этого сделать. Почему? Потому что кран идет заводской поломкой изначально. А чтобы его починить, нужно кучу бумаг составить. К сожалению, крановщики не дожали. Слишком редко и слишком мало отстаиваем мы свои права. У протестующих была иллюзия, что собственники кранов поддержат протест или хотя бы не будут ему мешать. Ведь начальство годами жаловалось, что денег на зарплаты и технику нет из-за жадности застройщика. Но хозяева грудью кинулись защищать классового собрата и обрушились на рабочих с угрозами. Уже к вечеру большинство бастующих согласились залезть на краны. Когда подходит ко мне один из генеральных директоров, владельца кранов и говорит, Володя, смотри, вот если бы вот эти товарищи не залезли бы после обеда на кран, мы бы пошли на ваши условия. Поэтому он мне говорит, мы бы пошли на ваши условия, если бы вот ребята не залезли. Потому что простой одного дня башенного крана очень дорогое удовольствие для застройщика и для работодателя. А если простоять 3-4 дня, ну это максимум неделю они бы продержались. Больше бы они не продержались. Дольше всех продержались Николай и его товарищи. Они протестовали 5 дней. И именно на их объекте условия труда были улучшены. Но увы, хоть ставки на объекте подняли, Николая и его товарищи уволили. Более того, капиталисты решили скопировать опыт рабочих. В противовязь Казанскому профсоюзу бизнесмены создали интернет-гильдию, чтобы помогать друг другу, как это делают рабочие. Николая и других участников акции бизнесмены поместили в черный список. Звучит жутко. Именно такие угрозы заставляют людей терпеть унижения и крепко хвататься за штанину хозяина. Вот только оказалось, что недорого стоит принципиальность бизнесмена, когда речь идет о прибыли. Создавая группу взаимопомощи, капиталисты не учли, что конкуренция диктует свои правила. Дружба дружбой, а бизнес есть бизнес. Если ты мужчина, ты обязан уметь зарабатывать деньги. Неважно, на кране или на земле. Вот. Два-три месяца перекантоваться где-нибудь, я думаю, любой мужчина может это сделать. Поэтому, зато если ты эти два-три месяца перекантуешься где-нибудь, сможешь, то ты вернешься победителем, и ты вернешься на прежнее место или на любой другой кран за другую, за лучшую цену. Со мной было именно так. В первое время Николай перебивался подработками, а также подменял других крановщиков. Начальство знало о том, что активисты продолжают работать, но осуществлять свои страшные угрозы им было невыгодно. Ведь стройка должна приносить прибыль, что без крановщиков невозможно. А Николай держал связь со всеми крановщиками города, по-прежнему имел авторитет в их среде, и в любой момент мог объявить в чат, чтобы на тот или иной объект никто не выходил. Что делать бизнесмену? Завозить крановщиков из других регионов? Удовольствие дорогое и небыстрое. Меньше чем через год начальники сами поняли, что их хваленый черный список и рунотуалетной бумаги не стоит. А вот без рабочих краны лишь груда металла, которая сама дом не построит. Спустя 8 месяцев начальник сам позвонил Николаю и предложил ему вернуться обратно, причем на повышенную ставку и на лучших условиях. Товарищи Николая по профсоюзу вернулись на работу еще раньше. Из-за недостатка солидарности крановщики добились гораздо меньшего, чем могли бы. Но все же изменения в головах у людей и в их жизнях произошли. После забастовки 2019 года казанские крановщики стали уверенней, сплоченней. Люди поняли, что от них многое зависит. Самый лучший вариант, конечно, это объединение. Объединение полное крановщиков. Пускай даже не в стране, это сделать можно позже, если, конечно, будет желание, а хотя бы в своих регионах. Вы должны знать каждого крановщика. На примере нашей работы, как это происходит, мы практически знаем всех. Если мы пытаемся где-то кому-то помочь, мы связываемся со всеми и сообщаем всем, что там происходит такая-то конфликтная или какая-то трудовой конфликт. И просьба ребятам поддержать их, поддержать тем или иным способом. Либо не выходить на этот объект, если даже тебя попросят. Либо как-то еще поддержать какой-то типа остановки в обед, там не работают, или еще что-то. Или требовать именно, если выходишь на объект, то требовать такую оплату, чтобы было понятно, что либо тебе заплатят, либо не заплатят. Но это помогает только тогда, когда вы знаете друг друга, когда вы объединились. Нам это очень помогает. Крановщики рассказали нам, что бизнесмены до сих пор помнят 2019 год. Они стараются до новой забастовки дело не доводить и иногда идут на уступки. До сих пор успешно работают чаты и группы. Рабочие поддерживают друг друга и дрессируют руководство. Если раньше начальник легко находил замену непокорному рабочему, то теперь короновщик может пожаловаться в чат и на объект попросту никто не выйдет. Мифическая очередь за забором компании испарилась. Начальство стало общаться осторожнее и уважительнее с короновщиками и чаще заключать официальные договора. Так что, как минимум, расценки растут. Это раз. Второе, что изменилось. В конце концов, на нас перестали кричать. Вот просто тупо. Опыт коллег перенимают и в других городах. Казанские активисты рассказали, что на одном из объектов Екатеринбурга короновщики тоже объединились в группу и коллективно подняли почасовую оплату труда. В 2023 году, по примеру, короновщиков Рязани в Ростове-на-Дону рабочие также создали профсоюз. Сейчас его костяк только формируется, короновщики собирают информацию, рабочие знакомятся друг с другом. Все большему количеству людей приходит осознание, что никто, кроме них, не будет бороться за их права. Конечно, это только начало. Абстрактные страхи в головах людей перед батюшкой-начальником все еще сильны. Трагедия, нарушение техники безопасности, отход от инструкции, потом увольнение ребят по тем или иным причинам. Это все именно из-за наших кроновщиков, потому что наши ребята, чаще всего, либо бесхребетные, я уж прошу прощения, они, может быть, ребята в жизни, в семье отличные, но как только касается профессии, такое впечатление, что мозг у ребят выключается. Сами, сами идут на нарушения, пытаются сами, ребята, взять за это какую-то определенную плату. Это очень распространено, особенно в Москве. То есть они за то, чтобы нарушить, берут еще за это дополнительную плату. Хотя мы чаще, ребята, говорим, ребят, поймите вы, какая разница, за 500 рублей в час или за 1000 в час упадет ваш кран, и вы умрете, допустим, закопают вас. Вот какая разница? Никакой разницы нет. Поэтому прежде, чем что-то думать или брать какую-то доплату за это, ребят, просто задумайтесь, потому что это ваша жизнь, это ваши семьи. И потом уже обратно ничего не вернешь. Людям объясняешь, людям говоришь, но они стараются уйти в сторону. Поэтому я считаю, что вся вина именно вот в этом беспределе именно наших ребят. Потому что работодатель, застройщик, еще кто-либо там, власть или министерство, это уже второе. Какие выводы мы можем сделать из сегодняшней истории? Первое. Не шарахайтесь от своих коллег. Надо знать людей, с которыми вы работаете. Даже если вы работник-одиночка, это не говорит о вашей беззащитности. Используйте хотя бы социальные сети, чтобы объединяться и решать проблемы вместе. Еще лучше находите возможность знакомиться и общаться лично. Второе. Самый тяжелый барьер психологический. Самый страшный враг это не начальник и не система. В первую очередь необходимо победить собственный страх. Страх что-то поменять в своей жизни. Привычку молчать и терпеть. Покорность, безответственность и равнодушие к собственной судьбе. Вот самые сильные враги. Победите их, остальное будет легче. Третье. Помните, что жизнь сама собою не наладится. Лучше не будет. Да, защита своих прав это всегда рискованно. Можно победить, а можно проиграть. Можно вырвать уступки у хозяина, а можно оказаться за воротами. Есть шанс и на то, и на другое. Но если не бороться, не защищаться, если продолжать молчать и терпеть, вот тогда шансов на лучшую жизнь не будет вообще. Тогда совершенно точно в 100% случаев вы будете жить лишь хуже и хуже. Выбор очевиден. Присоединяйтесь к деятельности Российского трудового фронта. Делитесь своими историями. Перенимайте опыт товарищей. Вместе победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова